Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня у меня в гостях заведующая отделением терапевтической стоматологии врач-стоматолог Ирина Слесарева. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Добрый день. Да, забыла еще сказать, что Ирина Анатольевна у нас трудится в Кировской областной стоматологической поликлинике. Правильно я назвал? Центр. Центр. Стоматологический центр. Итак, неспроста я позвала сегодня Ирина Анатольевна, пригласила на сегодняшний эфир, потому что все-таки морозы, Ирина Анатольевна, да, и самое главное, да, как в рекламе звучало, зубы – это все, что у меня осталось своего в очень-очень старой рекламе, самое главное – это зубы сохранить даже в такой ненастье, в такой холод. Большое давление они на себя принимают, и в частности, насколько я понимаю, эмаль. Вот именно об этом, на влиянии холода и температур, в принципе, мне сегодня хочется с вами поговорить. Да, давайте сначала разберемся, какую же роль играет эмаль зубная, да, и как она защищает их, какова ее функция? Ну, зубная эмаль считается самой прочной. Она защищает, скажем так, нерв, пульпу зуба от всякого рода воздействия. Ну, она, скажем так, является, у нее такая функция ограничительная, я бы еще даже сказала… Сохранить, да, не допустить к зубу какие-то там вредные факторы, да, угрожающие здоровье. Да-да-да. То есть она, скажем так, исключает внешние воздействия агрессивные на пульпу зуба. И одним из таких воздействий является как раз температура, давление, температура, а также перепады температуры. Но вот в зимнее время, конечно, все равно негативное влияние низких температур на зубы имеется. Наверное, когда мы уходим по улице, разговариваем элементарно, да? Как это происходит все? Относительно того, как происходит, просто воздействует на эмаль, скажем, экстремально низкие температуры, при, как мы уже сказали, при разговоре, когда при курении на морозе. Курение, в принципе, негативно влияет на организм, а курение на морозе еще более негативно влияет на зубную эмаль. Потому что на улице очень холодно, а мы вдыхаем горячий воздух, когда курят. Соответственно, вот эта вот разница температур, она точно так же влияет негативно на зубы. То есть губы, которые, скажем так, являются тоже барьем, своеобразным между окружающей средой и зубами, и эмалью, они не способны защитить полностью на 100% от воздействия внешних факторов. Да, на данном случае. То есть все равно зубы мерзнут. Можно так выражаться, можно так говорить. Да. И любое действие, любая активность человеческая, которая связана с открытием рта на свежем воздухе, да вообще на воздухе, на улице, она влечет за собой вот какие-то такие вот интересные последствия, о которых мы еще чуть позже скажем. Скажите, пожалуйста, на что кроме эмали зубной влияет холод? Какие еще органы, вот полости рта и непосредственно связанные с зубами здесь задействованы? Ну, прямо такого патологического воздействия, конечно, прямо совсем таки уже нет на все остальные, скажем, органы полости рта, если можно их так назвать. В принципе, такого прямо экстремального воздействия нет. Все равно природой все заложено так, что есть, скажем так... Есть те, кто на передовой защитной, скажем так, да. То есть корни зубов надежно защищены. На десны влияния тоже, в принципе, нет, насколько я понимаю, да? На десны, на слизистую больше отрицательно действуют очень горячие температуры, чем холодные, в принципе. Да, об этом мы тоже скажем. То есть если мы говорим именно о холоде, то здесь главным, кто может пострадать в случае холода, это эмаль зубная. Идем дальше. Что может случиться с эмалью при воздействии отрицательных температур? Ну, одних прям отрицательных температур, в принципе, тут больше негативное действие от сочетания, наоборот, очень горячего и очень холодного. Все это способствует образованию микротрещин, которые впоследствии становятся все более глубокими и в итоге могут привести к откалыванию эмали, ну и к всяким дефектам уже в коронке зуба непосредственно. То есть есть вопрос у нас именно в этом контрасте, который выпадает на долю нашей бедной несчастной эмали. Хорошо, понятно, да, то есть холод сам по себе, он не так страшен, да, как вы сказали? В принципе, да. В принципе, да. Больше негативное воздействие именно этих двух факторов вместе. Например, говорю, как я уже сказала, например, горячий кофе с мороженым. Это уже не есть хорошо. Я знаю людей, которые любят так делать. Сама иногда балуюсь таким. Вот, ну, то есть разогреваем эмаль за счет кофе. К примеру, кофе-то может быть и чай-то, может быть и горячая вода, все что угодно. А потом добавляем холодненького, в частности мороженое, у нас могут образоваться трещины. Да. Что дальше происходит с этими трещинами? Ну, как я уже сказала, они углубляются, что может уже привести, скажем так, к сколам эмали, а также это входные ворота для всяких бактерий, и впоследствии может точно так же развиться кариес. Уже непосредственно на самой эмали, то есть с лицевой, наружной стороны зуба. С любой стороны. С любой стороны зуба. Вещь довольно-таки непривычная, но для меня, во всяком случае, такое слышать, что привыкли мы, что кариес должен развиваться, да может развиваться, и в частности, ну, больше таких случаев я в своей жизни встречала, когда вот он где-то в середине вот этих вот, где-то вот зубиков позади, да, которые не видны, но вот он там тихонечко себе и здравствует, пока его не убрать с помощью специалистов. А здесь, получается, возникает риск, что кариес образуется прямо вот на лицевой поверхности, и при улыбке его можно будет обнаружить. Правильно? Да, да. Даже, скажем так, невооруженным глазом те же трещины впоследствии становятся все более видны. О способе лечения данного недуга мы поговорим чуть позже. Давайте еще немного про воздействие горячих температур поговорим. Вот мы с вами уже упомянули, так вскользь, о том, что горячий тот же самый кофе, чай может влиять на десны. Он может обжигать, насколько я могу предположить. Расскажите вот об этом процессе. Естественно, очень горячая в пищу вообще, в принципе, не рекомендуют употреблять, ввиду того, что это приводит к термическому ожогу той же слизистой. Можно сказать, что это будет раневая поверхность. Какая еще раз? Раневая. Раневая. Раневая – это от слова рана? Да. То есть та поверхность, которая принимает опять-таки на себя удар и может пораниться. Да, да. Например, от того же, от горячих напитков точно так же. В принципе, из других термически… Опасных. Опасных, да. Это только горячие, в принципе. Холодные температуры, как мы уже сказали, ну, не так уж прямо негативно воздействуют. То есть ничего в этом сильно страшного нет. То есть вот у нас две зоны риска. Первая зона риска – это эмаль зубная, которая, как мы уже сказали, под действием контрастных температур. Горячая плюс холодная может сыграть с нами далеко не добрую шутку, да, при возникновении трещинок и далее не самых интересных и не самых приятных последствий. И вторая зона риска – это употребление горячего, горячих напитков в частности, горячей еды в том числе. Что влечит за собой проблему, которая может возникнуть с дёснами? Итак, последний мой вопрос относительно дёсен. Всё-таки я хочу добиться ответа. Что может произойти с дёснами при влиянии очень горячих температур еды и напитков? Как мы уже сказали, это приведёт к ожогу слизистой, к, скажем так, неприятным ощущениям, к не очень эстетичному внешнему виду слизистой. Ну, в принципе, и всё. Обычно всё это проходит в течение семи дней, скажем так, слизистая заменяется. Причём-то надо её мазать, не знаю, какими-то веществами, чтобы прошло быстрее? Или лучше так само пройдёт? Обращаться к врачу может быть нужно? В принципе, если ожог не слишком большой, то всё заживёт самостоятельно. Обычно, как я уже сказала, что в течение семи дней происходит эпитализация всех вот этих вот элементов ожоговых, и всё само по себе проходит. Ну, и в случае каких-то возникновений и сложных ситуаций, проблем, вопросов, пожалуйста, обращайтесь к врачам, они с удовольствием проконсультируют и помогут. Идём дальше. Давайте вернёмся к трещинам, которые могут возникнуть при влиянии таких вот контрастных температурах, горячие плюс холодные. Человек внезапно начинает понимать, что у него трещина в зубах. Да, ну, элементарно это можно визуализировать, наверное, смотря в зеркало. Это можно ощутить, вот проводя языком по зубам? Ну, уже более глубокие трещины, да. То есть это уже какая-то более поздняя стадия, более запущенная ситуация. И он понимает, что лучше всего обратиться к врачу. Я надеюсь, что так будет происходить с каждым человеком, кто, не дай бог, конечно, себя такой обнаружит. Что диагностирует врач? Что он прописывает? Лечение это или что будет дальше? Ну, здесь важно соблюдать, конечно, проходить профгигиену, приходить к специалистам, чтобы они проходили по зубам, по межзубным промежуткам, ультразвукам, чтобы вообще, в принципе, следить за гигиеной полости рта. Ну, и вот после этих гигиенических процедур обычно происходит фторирование эмали. Так, давайте здесь становимся. Как часто нужно ходить к стоматологу? Раз в полгода. Раз в полгода. Раз в полгода. Вы начали говорить про ультразвук. Что это за процедура такая? Есть специальный аппарат на вооружении у наших парадонтологов и гигиенистов. С помощью него они снимают над- и поддесневые зубные отложения. С помощью ультразвука это такие колебания в определенном диапазоне, которые способствуют... Ну, не как вот раньше, например, вручную снимали зубной камень, колупали его там, можно сказать... Отковыривали. Отковыривали, да. А сейчас все происходит менее безболезненно, менее травматично и вообще нетравматично для эмали. Менее болезненно, да. Да, и менее болезненно, и нетравматично для эмали. И, насколько я понимаю, эта процедура входит в стандартный набор операций, которые происходят с человеком, когда он приходит в два раза в год к стоматологу. Вообще считается, что это обязательный пункт посещения стоматолога. Так что, уважаемые слушатели, не будем об этом забывать. Так, и может быть выявлено, что что-то не так. Да, и вот продолжаем речь, что после ультразвуковой вот этой вот процедуры, что дальше происходит, если врач обнаруживает эти трещины? Значит, если врач обнаруживает эти трещины уже непосредственно парадонтолог, он все-таки отправляет к лечащему врачу, который уже непосредственно визуализирует все это, смотрит, определяет дальнейшую тактику, смотрит, конечно, по глубине уже, как далеко зашло это дело, и уже выбирает метод лечения. Какими они могут быть? То есть они могут быть, скажем так, инвазивными и неинвазивными. Инвазивное – это все-таки уже препарирование, постановка какого-то пломбировочного материала. Препарирование – это что значит? Это когда сверлят. Сверлить прямо зуб. Это уже при очень глубоких трещинах, когда какой-то есть уже прямо такой эстетический дефект, который беспокоит человека. А когда, в принципе, все это на уровне микротрещины, оно не окрашивается, не видно невооруженным взглядом, тогда вполне возможно просто использование вторсредств, реминерализация эмали, для насыщения ее минеральными веществами, чтобы она была более прочная, чтобы было меньше чувствительности. И чтобы эту ситуацию с трещинкой не запустить. Да-да-да, для профилактики дальнейшего характера. Какое-то укрепление эмали идет, здесь речь об этом. И если, я так понимаю, постоянно делать эту профилактику, то трещинка уже дальше не пойдет. Да, во всяком случае процесс должен приостановиться. В идеальной ситуации это, опять-таки, два раза в год нужно такую историю проходить. Не чаще? Нет, раз в год. Вернемся, все-таки мне ситуация беспокоит с препарированием, как вы сказали. Речь идет, ну, я, допустим, так понимаю ситуацию, что вот о лицевой стороне, опять-таки, зубов, это могут быть передние зубы, которые всегда у людей на виду, ну, в большинстве случаев. Ну, про что я сказала? Про статику. Как это? Что-то можно отсверлить. То есть просто снимается наружный слой? Все в зависимости от глубины уже. Как мы уже говорили, что трещина, она же может привести уже к кариозному процессу, если, например, вовремя за ней не уследить, скажем так. И тогда уже лечение проходит по протоколу. Мы уже лечим его непосредственно на зуб по кариесу. То есть снимается наружный слой, если там где-то в трещинке образовался кариес. Все в пределах дефекта, скажем так. Да, подбирается под цвет пломба, если я правильно понимаю, накладывается на зуб. И, в принципе, никакой разницы так-то и нет, если не знаешь, что это зуб такой вот вылеченный. Ну, конечно. Сейчас все пломбировочные материалы на высоком уровне дают очень хороший эстетический эффект, поэтому... Давайте перейдем теперь к вопросу об уходе с зубами. Есть ли какие-то нюансы, какие-то дополнения к уходу обычному, стандартному, который мы еще сегодня проговорим обязательно, без этого никак, к уходу с зубами именно в холодное время года зимой? Ну, как мы уже говорили, зимой повышается чувствительность зубов. Соответственно, часто очень рекомендуют все-таки применять зубные пасты для чувствительных зубов, хотя бы на какой-то на этот период. Также пасты с автором, которые помогут укрепить эмаль и, скажем так, запечатывают вот эти вот микроканальца эмали, чтобы меньше была чувствительность. А все-таки как выбрать для чувствительных или с автором? Или бывают комбинированные? Если чувствительность очень высокая, то тут нужно, конечно, все-таки в пользу для чувствительных зубов. А высокой чувствительности мы можем, о том, что она есть, мы можем понять, по каким признакам кровоточения, что еще? Это, в принципе, будет понятно по вашей реакции на холодную воду или на горячую воду. Тут чаще, конечно, на холодную воду, чем на горячую. Вы поймете это по неприятным ощущениям. То есть какие-то болевые неприятные ощущения происходят? Понятно, что зубки в этот момент и в этот сезон как минимум чувствительные, может быть, они вообще чувствительные. Тогда рекомендована зубная паста для чувствительных зубов. А для всех остальных, кто не чувствует подобного? Паста со фтором. В нашем регионе низкое содержание фтора. Чаще всего по области есть в некоторых районах, где повышенное содержание фтора. Но чаще у нас недостаток фтора, поэтому лишним паста со фтором не будет. Но относительно ополаскивателей тоже желательно, опять же, на этот период выбрать ополаскиватели со фтором. Относительно нитей тут можно все оставить без изменения. Тут она большую роль и не играет. Можно пользоваться ниткой любой. Зубные щетки мы с вами еще не упомянули. Нужна, наверное, какая-то особая отдельная зубная щетка. Для чувствительных зубов тоже такие у тебя бывают помягче. Все равно, в принципе, мягкими зубными щетками не слишком рекомендуют пользоваться, потому что уход с ними ухудшается, налет снимается хуже. Поэтому все-таки рекомендовано пользоваться средней жесткости. Не жесткими и не мягкими. Средней жесткости. Менять ее не менее чем раз в три месяца. Зубную щетку. Вот, в принципе, чистки самой зубов не надо перебарщивать. Двух раз в день вполне достаточно, по 2-3 минуты. То есть усиленная прямо после каждого приема пищи – это тоже не есть хорошо для зубов. Потому что стирается все-таки вот этот вот защитный верхний слой, скажем так, эмали, истончается. Он не столько стирается, сколько истончается, что может также потом привести к более негативным последствиям. То есть утром после завтрака, вечером после ужина – это самое лучшее время, когда зубки нужно чистить. Ирина Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот мы начали говорить про фтор. Возможно ли как-то помимо зубных паст какими-то продуктами подкрепить вот именно уровень содержания фтора в организме, вот этого строительного нашего материала? Из, скажем так, каких-то, не знаю, нутриентов, это практически там ничего не всасывается, и большой концентрации вы не достигнете. Поэтому это, наверное, все-таки достаточно бесполезная затея. Ну, это будет не так полезно, будем говорить, да, как вот зубная паста, которая непосредственно на зубки влияет. Да. И взаимодействует с ними напрямую, долго, уверенно, с хорошей зубной щеткой. Да, да, да. То есть именно так. Расскажите, пожалуйста, про какие-то иные профилактические меры, которые можно получить в вашем центре. Ну, как я уже сказала, на первом месте сейчас везде и всегда профилактика. То есть любой стоматолог хороший должен вас отправить на профилактические мероприятия. Это гигиенистам, парадонтологам. Они у нас, в принципе, занимаются, как я уже сказала, этой вот профилактикой всех стоматозаболеваний. Из профилактических, как я уже сказала, это покрытие зубов РЭМ-средствами, которые создают, скажем так, на эмали микроплёночку, которая не даёт, скажем так, во-первых, не даёт негативно воздействовать на эмаль зуба всяким фактором не очень хорошим. И, как мы уже говорили, снижает чувствительность. В принципе, ничего больше, скажем так, на этом уровне не выдумано. Пока не выдумано. Мы идём в ногу со временем. В принципе, у нас можно получить полный спектр всех профилактических и лечебных мероприятий. Эта плёночка, о которой вы говорите, после чистки, которая наносится на зубы, как можно максимально продлить её срок? Мне наносили эту плёнку, то есть я представляю, о чём вы говорите. У меня было такое ощущение, будто её уже буквально следующий день нет. То есть сначала зубы гладенькие, прям очень приятно это всё ощущать. Но потом она как будто бы либо я с ней свыклась, либо она уже тоже какие-то на себе факторы ищет, сила уже не такая гладенькая была. Объясните моё ощущение, пожалуйста. Эта плёночка, она больше влияет у неё, скажем так, на микроскопическом уровне. То есть вы не почувствуете, скажем так, прямо её влияние. Это всё идёт на микроскопическом уровне. То есть укрепляется эмаль, скажем так, кристаллическая сетка её укрепляется. То есть на молекулярном даже уровне, да, наверное? То есть, в принципе, объективно вы не сможете понять, что, ой, стало лучше. Я чувствую, как мои зубы защищены. Да. Как будто в капе хожу. Вот ещё о чём мы с вами не поговорили. Это жевательная резинка, конфетки, всякие там для улучшения дыхания. Они здесь являются больше негативным фактором или не влияют зимой и вообще, в принципе. Ну, жевательная резинка, она, скажем так, полезна, но только после еды и в течение пяти первых минут. Тогда она уже своё хорошее положительное влияние оказывает, когда снимает все остатки пищи, скажем так, способствует большему приходу, скажем так, слюны, которая всё это омывает и меньше потом провоцирует кариес. Относительно, конечно, вот всего сладкого, тут совсем другая история. Всё равно это всё воздействие кислот. Например, те же самые леденцы, не все же их, во-первых, и рассасывают. Некоторые начинают грызть. Грызут обязательно. А это ещё более негативное влияние, скажем так, на эмаль зуба. И на пломбы, наверное, которые есть. Да, да. И, соответственно, это всё кислоты, которые, скажем так, негативно влияют на эмаль, потом может образоваться, как мы уже говорили, кариес. И все последствия негативные. Ирина Анатольевна, а способна ли карамель, да, там, острым каким-нибудь краешком повредить эмаль? Ну, если вы будете её грызть, усиленно применять давление, скажем так, челюстей грызть, то вполне вы можете повредить эмаль. Можно. Сюда же мы запишем грызение ручек, карандашей. Да, сюда же грызение ручек, карандашей. Наквиси, наверное, да, в том числе. То есть здесь мы говорим ещё о таком факторе, как давление. Вот этого тоже мы рекомендаем. Врачи рекомендуют, Рина Анатольевна, да, вы рекомендуете стараться избегать, потому что зубы-то дороже, чем это всё. Да, наверное, на этом мы и закончим сегодняшнюю программу. Напомню, что сегодня мы говорили о таком важном элементе, как зубная эмаль. Главное, на что мы обратили внимание, это влияние холода на эту эмаль, влияние многоположительных температур, горячих температур на эмаль. Давайте ещё раз, Рина Анатольевна, такое вот резюме краткое. Памятка для всех наших слушателей, на что обращать внимание, что стараться исключить лучше всего, да, чего добавить в наш уход, в нашу повседневную жизнь для того, чтобы эмаль зубная и зубки сохранились как можно дольше. Ну, как резюме. Да. Регулярно посещайте стоматолога. Не менее, чем два раза в год. Не менее, чем два раза в год. Не переусердствуйте с чисткой зубов, но и, конечно, всё-таки отдайте должное, чтобы хорошо почистить хотя бы два раза в день. Не хотя бы два раза в день, а два раза в день. Угу. Использование зубных паст со втором, ограничение потребления вот какой-то кислотной, сладкой пищи, регулярное обновление зубной щётки, как мы уже говорили. Раз в три месяца. Да, раз в три месяца. Желательно выбирать щётку не с натуральной ворсинкой, а с синтетической. Так, а это вот та, которая с такими силиконовыми накладочками? Да, ну, в принципе, из натуральной сейчас не слишком много щетины продают. Просто в них содержится, скажем так, в каждой щетинке содержится микроканал, в который застревают все вот эти вот микробы, все, которые потом... Начинают там размножаться. Да, размножаться, что негативно уже влияет на нашу чистку. Также зимой всё-таки рекомендовано дышать через нос, чтобы как-то согревалось и не так негативно воздействовало на зубы наше дыхание ртом холодного воздуха. Пейте тёплые напитки, а не горячие. Избегайте вот разницы температур большой. Ну и в конце концов, кому очень холодно, может натягивать на область губ, рта. Вот сейчас, как некоторые ходят, натягивают шарфики. Это очень удобно и тепло. Да. И носики не мерзнут. Да, ну и как мы уже говорили, не курим на морозе. Не курим вообще? Да, не курим вообще в принципе, но на морозе тем более. Да и стараемся, как можно сильнее минимизировать процесс открытия рта на морозе, да, тем более в такие плохие. Да, меньше разговаривать вообще, если слишком морозный воздух на улице. Да, заходите в помещение, там уже можно поговорить, смс-ки отправить, зубные пасты с фтором, да, мы еще напомнили. Зубные пасты с фтором и ополаскивать. Для чувствительных зубов еще зубные пасты. Да, и хотела добавить популярный сейчас кофе-то-го, очень много кофейных ларечков, да, опять-таки обращайте внимание, чтобы это был не очень горячий кофе, да, чтобы вот разница температур не ощущалась эмалию так сильно, как мы сегодня рассказывали с негативными последствиями. Итак, это была программа «Служица доктора». У меня в гостях сегодня была заведующая отделением терапевтической стоматологии врач-стоматолог Ирина Слесарева. Работает Ирина Анатольевна в Кировском областном стоматологическом центре. Да, спасибо большое, что пришли. Говорили мы сегодня о зубной эмали. Ирина Анатольевна, будем ждать вас с новыми интересными и важными для наших слушателей темами. Спасибо. До свидания.